Тук-тук хану. Абдулла Шаик. Я сегодня сказку дети всем намерен рассказать. В одиночестве на свете проживала стрекоза. Шила раз она из лука для себя чадру, шук-шук. Из ореховых скорлупок туфли сделала, тук-тук. Вся обрызгалась духами, брови тонко навела. Перед зеркалом глазами вправо-влево повела. Приосанилась немного. Ах, сказала грусть-тоска, и пустилась в путь-дорогу друга верного искать. В поле песню распевая, на холме сидел пастух. Ты куда? Ты кто такая? Погоди, сказал пастух. Стрекоза с большой сноровкой к пастуху, направив шаг, чёрной бусенькой головкой повертела. Так и сяк. И, кривя усмешкой губы, говорит. Открой глаза и не будь со мною грубым. Видишь сам, я стрекоза. Ну, прости, пастух ответил. Поднимать не надо шум. Расскажи, куда по свету ты бредёшь тук-тук ханом? На него, взглянувшись смело, хороша и весела, та головка и повертела, и бровами повела. А потом сказала ясно. Жизнь, голубчик, коротка. Одинока я, ужасно, и хочу найти дружка. Ты себя напрасно мучишь? Обыщи хоть всё, все края. Но на свете друга лучше не найти тебе, чем я. Я заботлив, видит небо. Буду я тебя жалеть. Без тебя кусочек хлеба я не съем, поверь мне. Впредь. А тук-тук на речь такую пастуха спросила вдруг. Ну, а если рассержу я, не побьёшь меня, мой друг? Как же? Вот моя дубина. Да, отвечал с охотой он. И, вильнув в испуге спинкой, стрекоза убралась вон. Дальше шла она дорогой. Смотрит лист навстречу ей. Подожди, взглянул он строго. Отвечай-ка мне скорей. Почему принарядилась так, как будто под венец? И зачем ты в путь пустилась? Молвил рыжий молодец. Стрекоза с сердитым видом повертела головой и ответила с обитой. Будь позорче, милый мой. Для чего вопросов груду задаёшь мне наобом? Знаменита я повсюду. Я зовусь тук-тук ханом. Ну, ханом, меня прости ты. Лис с улыбкой отвечал. Ведь красотки знаменитые до сих пор я не встречал. Но теперь тебя я вижу и красу твою постиг. Если я тебя обижу, пусть отсохнет мой язык. О, прелестное создание! Расскажи, куда идёшь? Для меня твоё молчание словно в сердце острый нож. Милый лис, тук-тук сказала, жизнь ужасно коротка. Жить сироткой счастья мало. Я ищу себе дружка. Лис тогда ещё нежнее говорит. Обшарь кругом. Не найдёшь меня вернее. Быть позволь твоим дружком. Просьбу, выслушав простую, стрекоза спросила вдруг. Ну, а если рассержу я? Не попьёшь меня, мой друг? Нет. Не вылечишь пинками. Попрыгуню стрекозу. Лучше я тебя зубами на кусочки разорву. Стрекоза тогда в тревоге словно листик затряслась. И скорее давай им, бог, ноги. Без оглядки унеслась. Шла тук-тук, расправив плечи. Всё вперёд, вперёд, вперёд. И заметила навстречу сусликбей. Сопя идёт. Лапка издали ей машет. Уши сразу навострил. Путешественницу нашу сладким голосом спросил. «Тёмнокудрая красотка, ясноглазая звезда, что за стан, что за походка, что за ножки? Ты куда?» Восхитительная фраза. В сердце ей влила щербет. И вуаля отбросив сразу, говорит она в ответ. «Одинокой жить так тяжко, жизнь ужасно коротка. И мечтаю я, бедняжка, отыскать себе дружка». Улыбнувшись ей пошире, отвечает сусликбей. «Лучше, друг, я в целом мире. Не ищи других друзей». «Хорошо, пойду с тобою. Лишь одно ты мне ответь. Если я тебя расстрою, ты не схвачишь сразу плеть». «Что ты? Брось свои тревоги. Как бы ты ни злилась, я, хвост убрав с твоей дороги, буду кроток, жизнь моя». И тогда ему с любовью отвечала так, тук-тук. «Хороши твои условия. Я согласна. Ты мой друг». Из-за лапки, взявшись дружно, стали жить они вдвоем. В доме бея все, что нужно, полон лакомств бея дом. Как-то осенью туманно верный друг сказал, тук-тук. «Нынче праздник в доме хана». Он позвал меня, мой друг. «Будут там шашлык, лепешки, пахлава, рахат лукум. Я пойду, а ты немножко поскучай, тук-тук, ханум». Стрекоза сказала, «Ладно, посижу ж как-нибудь». И о явствах грезь жадно суслик бей пустился в путь. Во дворец, явившись хану, он забрался в уголок, грыз там косточки барана, пахлаву и пирожок. Вытирал усы бумажкой, а тук-тук мечтал своей. «Жаль, одна она, бедняжка. Отнесу покушать ей». Стрекоза же в норке, сидя, поскучала час-другой, а потом в большой обиде вышла в лес на водопой. Захотелось ей напиться долго, коротко лети. Ямка, полная водицы, ей попалась на пути. Над водою наклонилась и упала в ямку вдруг. «Ай, да ну!» «Что было?» – машет лапками тук-тук. «Ой, я плавать не умею. Ай, спасите поскорей!» Плачь бедняжке все сильнее, но не слышит суслик бей. Вдруг внезапная надежда скачут двое вдоль меже. В серебре у них одежда. Видно, к хану путь лежит. А тук-тук хану, рыдая, бултыхается в воде и кричит. «Я утопаю! Помогите мне в беде! Поскорее, хану, мчитесь! Там пирует суслик бей! Пусть узнает славный витязь о лихой судьбе моей!» Издаки коней сдержали, осмотрели все кругом, никого не увидали и помчались хану в дом. Время быстро пробежало, и пришел пути конец. Соскочив с коней усталых, входят оба во дворец. Все весельем так кипело и сверкал огнями зал. «Удивительное дело!» Вдруг один из них сказал. «Пять минут назад, не более, мы проехали лесок, и когда скакали в поле, слышим чей-то голосок. Он назвал, кричал с тревогой про какую-то беду. К сожалению, слов немного было слышно на ходу. «Поскорее, хану, мчитесь! Там пирует суслик бей! Пусть узнает славный витязь о лихой судьбе моей!» Мы коней попридержали, стали путника искать, никого не увидали и пустились в путь опять. Про беду своей подруги, услыхавшей вдруг молву, суслик бей в большом испуге, позабыл про вкусный ужин, из дворца помчался вон, добежал, вспотев до лужи, и услышал слабый стон. Было много в этом стоне и отчаяния, и мук. Понял, что этот тонет и зовет его тук-тук. Крикнут «Здесь я!» Он поближе к страшной ямке подскочил и увидел в грязной жиже стрекозу совсем без сил. Растопырив в страхе ножки, затыхаясь и кряхтя, легкомысленная крошка погибала, не шутя. Сев у ямки на дороге, перегнувшись через край, суслик бей сказал в тревоге. «Ну-ка, лапку мне давай!» Но с отчаянием во взворе стрекоза кричит в ответ. «Нет! Не дам! С тобой я в ссоре! Ты причина этих бед! Ты меня одну оставил!» И пошел на праздник сам. «Ты тонуть меня заставил!» «Дай же лапку!» «Нет! Не дам!» «Не сердись!» «И знать не знаю!» «Дай скорее лапку!» «Нет! Ты же гибнешь, дорогая!» «Ну и пусть!» Она в ответ. «Брось капризы!» «Я ведь рядом!» «Я спасу тебя!» «Не смей!» «Не желаешь и не надо!» «Отсердился суслик бей!» «И упрашивать не стану!» Плюнул в воду он в сердцах И пошел обратно к хану «Пировать так до конца!» «Цердился к хану ну да!» «Может, я потом тебя meinen рампы» «Но дом думай!»